Ну, Угрюмов, я тебе что говорил? Говорил, мы останемся чемпионами? Мы остались чемпионами! Кстати, я тут так подумал, а у нас же вроде соперников-то больше и нет. Получается, мы что, пожизненные командные чемпионы НФР теперь? Я тебя смею огорчить. Вчера Громову заявочка поступила на реванш. Догадайся, догадайся. Да ладно! Опять от этих клоунов? Этим уродом что, в прошлого раза мало было? Эй, голубки, ну! Слушай, ну все, эти клоуны доигрались. Хана, уроди. Мистерио Тереволку! Привет! Я, кажется, просил мне называть ее Мистерио Тереволка. Хреновый мистер! Нет, лучшие места метрелорка. ОКЕЬ! Ут meintel! Выifall на верхней стихître! Оп! Локомотив! Э, гениамик! О-оу, тортик. Что? Реванш захотели, да? Так вот, будет вам реванш! Хардкорн! И мы переходим к нашему самому опасному матчу этой опасной зоны! И это матч Серж Сальван против... Алексея Угрюмова и Михаила Вахнеева! Самые жесткие ребята у нашей федерации! Да, и как раз вот они выходят! Алексей Угрюмов и Михаил Вахнеев! Вы знаете, я думаю, что Михаил за рингом, уже под рингом, точнее, приготовил пару базук, несколько гранат, а может быть даже автоматы... Да мне кажется, даже танк он спрятал там, чтобы уничтожить лопатку и Сальвана! Вы знаете, на самом деле, это, наверное, самое меньшее, что можно ожидать от Михаила Вахнеева! Вы посмотрите на лица их! У них просто вот при выходе видно, что они готовы убивать! Да, они приготовились к ядерной войне! Вот смотрите, да, да! Это как раз-таки атрибуты для нашего хардкора! Вы знаете, я думаю, что нам стоит ждать жестокого боя, потому что сразу выходить на бой и уже столько всего с собой принести, это многообещающе! Да мне кажется, они скупили весь Леруа Мерлен! Ну не только Мерлен, может быть, еще Ашаны на дачу заехали, там вон ведро принесли! Да, да, да! И... Видимо, картошку еще рано сажать, посчитал Миша! Не сезон, не сезон! Лучше принесу я на ринг это ведро и дальше уже найду ему достойное применение! А заметьте, как они красиво украшают вот этими предметами наш ринг! Да, наверное, в этом есть какой-то смысл! Они ходят вокруг ринга, они заходят на него и выкладывают вот эту композицию из хардкор-предметов! А посмотрите, в каком недоумении наша ведущая Мариза! Мне кажется, она увидела швабру и подумала, мне убираться? Подождите, еще же шоу не закончилось! Так, демонстрируют пояса! Да, они показывают, что они чемпионы в парных боях! Но зрители как-то с этим не согласны! Да, поддержка явно не на их стороне, но это, в принципе, обуснимо! Итак! Обращение! Обращение! Так что сегодня машину Один Но посмотрите Сзади появились Серж и Лопатка Они пустили видео просто так Чтобы отвлечь своих оппонентов Сразу же удар Прямо по голове Да, сейчас прием Такой вот, когда под носом бьют по голове Это кушать подано Да, Михаил Вахнеев и Упримов Явно не ожидали такого резкого Начала этого матча Они думали будет все так по порядку Выйдут, пожмут руки Да, посмотрите Лопатка хотел сделать какой-то прием Но Михаил Вахнеев с силового с ринга И Серж Салливан атакует Ураганным наездником Алексея Угрюмова И что же будет дальше Угрюмов кажется потерялся Но нет, он вовремя сориентировался И бросает Угрюмов прямо на врагов Нет, даже Михаил Вахнеев Я думаю, не совсем ему враг Но что же ему помешал Данила Дмитриев Посмотрите Даже судья пошел в атаку Вот это да Это, считай, предмет Хардкорный Вот это да Первый раз За всю историю НФР Судья сделал Аутсайд Аутсайд Так, вы видели Как рок-звезда Всю историю Судья используется Как предмет Теперь будет Это один из опаснейших И Нет, аутсайд не получается Унитаз встречает Угрюмова Да, как всегда Как всегда На пути И у Алексея Угрюмова Унитаз И унитаз Прием был спущен Унитаз Да И этой же крышкой Получает А нет, это уже поднос Получает лопатка И Неужели Ооо Лопатка еще не настолько Избит И берет поднос И Ой Больно Как он элегантно бьет Да, как-то Как-то вот От него это выглядит Хардкор как-то Ммм Так Изящно Изящно, да Вот прям как Рейтинг PG Соблюдаем Вот это да Ооо Кажок Это Можно сказать Бульдог Лэкдроп Нет же Михаил Вахнеев Без его помощи Сейчас будет конец Миша Миша Приготовил нам Очередной Пирог А это же веник? Мне кажется Это какой-то Да это что-то пожестче Веника будет Связка макарон Наверное Вот это да Смотрите Мне напоминает Ооо Прямо по голове Звездный воин И сейчас напомнила Немножко вот эта сцена И Да Михаил Вахнеев По-моему По-моему Вот эти Какие-то прутья железные Даже Похоже что-то на то Это явно что-то Такое опасное Потому что Лопатка после этого Просто не может Сконцентрироваться И сейчас Миша хочет Но нет Прямо в живот Это было жестко Серж Салливан Просто Выносит Михаила Вахнеева Да На себе На себе Да Оооо Вот это да Вы посмотрите Да Угром Мне кажется Угром Проткнул Даже немножко Что-то Вот это да Сейчас Коллега Понимаете Для нас Парней Этот удар Очень Влиятелен Его Не описать Ни с чем Мне кажется Угрюмов Сейчас тут просто На коне По сравнению с остальными Вот именно Что он на коне А Миша сейчас Мне кажется Спрыгнул с коня И Посмотрите Как Угрюмов Просто сделал Серию И лопату бьет Лопаткой И собственно Спасается Априори И Неужели Миша тоже Получит лопаткой Нет Миша разгоняется О нет Прямо в канат И сейчас Явно что-то будет Наказывает Да Как маленького мальчика Наказывает Лопатка Михаила Вахнеева Угрюмов Коленями Выбивает Михаила Заринка И опять Лопатка Но нет Вот это Слэм Пауэр Слэм От Угрюмова Нет Мне кажется Маловато Маловато Еще Недостаточно Было Избиение Да И салева На канатах О Это да Дробькикс Третьего каната Вот это да Салевн Просто показывает Чудеса Полетов И раз Два Нет Нет Отчаянно Пытается удержать Но нет Все таки Угрюмов Еще не настолько Ослаблен Не настолько На коне Как вы говорили Да Сейчас он уже Не на коне Он сейчас На осле И Сковородка В действии Замах Практически Две сковороды Оу Ребром Вот это Да Первый удар Конечно Был посильнее Мы видим Что сковородки Очень Пвердые Это настоящие Чугунные Сковородки А вы видели, как лопатка, когда Михаил Вахнев держался за канат, и он ударил его по руке, так, последний ударчик этот был, да, чтобы Миша упал за ринг, и... Неужели Серж на такой способен? Я удивлен, и... О, прямо в висок, и... О, это... Сейчас голова Угрюмова просто разбита с двух сторон, и неужели сейчас его добьют? Мне кажется, Угрюмов забыл его фамилию, и... Угрюмов забыл вообще, где он? Вот Строук! Вот это да, Строук! Проводит Серж Салливан! По-моему, здесь уже как бы всё. Куда они пошли, их надо было удерживать, но они, наверное, решили помучить. Да, мне кажется, вот это да, ненасытные масочники. Да, они почувствовали вкус хардкора. Вначале так всё делали изящно, а теперь они решили взяться конкретно. Сейчас Лопатка собирает конструкцию целую. Мне кажется, хардкор для рестлера это как наркотик. Да. Первый раз... Да, и ни разу... И... Никогда от этого не уйдёшь. И... Заводят. Сядь нишу Вахнеева. Он попробовал, и теперь он... Бьёт клавиатурой прямо по голове. Смотрите, она разлетелась просто в древеске. Сейчас Лопатка оффлайн, и... Нет, Серж не захотел выходить из сети. Да, ему ещё пока побежит с ним попыть с нами. Початится, порестлерится, и... Неужели бомба? Я не поверю. Я не поверю. Ну, конечно, Михаил... Что-то не хотело. Да, Михаил Вахнеев блокирует этот... Эту бомбу, точнее, даже попытку бомбы. Таким Ригфлэр перелётом. Опасным Ригфлэр перелётом. Смотрите, у Миши просто нет сил уже. Он собирает их. Да. Что-то говорит Сержу, и... Забивает его в углу, и опять берёт вот это прутья. О-о-о-о! Прямо по спине. О, неожиданно сзади, смотрите, ведро на голове, и... О-о-о! Мне кажется... Там звон, наверное, получше, чем в любой церкви был у Миши в голове. Мне кажется, Миша уже увидел гробовщика перед собой. О-о-о! О-о! И так, лопатка просто как выталкивает, так Михаила Вахнеева, и продолжает собирать вот эту конструкцию. Да. Чуть-чуть её сломали, он посчитал, что нужно обратно всё вернуть. Видимо, он задумал что-то очень такое. Бумеранг? Да, импровизированный. Да. Но нет, тамагав, наверное, всё-таки. Но что-то не получилось. А Угрюмов свежими силами собрался и начал прессовать лопатку в углу. Урок арифметики. Но нет. Салливан, и опять удар. Отправляет тоже в оффлайн. Да. Угрюмого, и что-то... Командная работа. Что они задумали? Неужели двойная бомба? Вот это да! Прямо, прямо на вот эту конструкцию, которую лопатка так долго собирал. Ну! Ну! Прямо возвращается со всеми. Да! Он падает прямо на двойной стол. Можно это так назвать. Две доски. Просто спина сейчас разбивается. Ну, нет. И Михаил Лохнеев портит как бы радость сейчас Салливану. Да. Прервал вот этот праздник. Праздник! Праздник! Да, забавно так попрощался. С жизнью, можно сказать. Алексей Угрюмов. Да. И, смотрите, он без сознания, по-моему. Все. Даже не... Осталось только цветы сверху положить. Но... Как раз вот это очень похоже на них. Портрет! Портрет Ивана Громова! Посмотрите! Наверное, Миша себя со стены снял над кроватью. Целует. Как бога просто... Эм... Как икону просто. Михаил Вахнеев. Вот этот портрет. И... О! И получает прямо по голове своим же любимым президентом. Раз, два, три! Три! Все! Победа! Лопатка Исаева надерживает победу над Михаилом Вахнеевым и Алексеем Угрюм. И они... Новые командные чемпионы независимой федерации рестлинга. Да. Давайте их поздравим. Я думаю, это долгожданная победа. Да. Молодцы, ребята. В таком жестоком матче. Я думаю, здесь на самом деле ключевую роль сыграла как раз вот эта бомба на конструкцию. Это очень высокая. Да. Даже судья, помните, был оружием. И, кстати, помните, как Владимир Путин плакал после того, как выиграл выборы? Мне кажется, он плакал из-за того, что Вахнеев проиграл. Да. Да. Наверное, он тайный фанат Михаила Вахнеева. Но Михаил Вахнеев фанат Олова. И Путин ему здесь не нужен. Мы здесь победные танцы. Даже судья присоединиться. Так, бойца, да. Законные бойца. Но по-моему, Саневаны перемешают. Итак, ну а наш чемпионат...